Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 22 мая и давайте посмотрим, с чем мы подошли к началу текущей торговой недели. И начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар в понедельник мы видели стремительный импульс, обновили значение в области 1.12.10, новый локальный максимум, что в свою очередь нам говорит о продолжении, в том числе, восходящего тренда по паре евро-доллар. И ближайший коррекционный уровень по данному движению мы с вами сможем отметить в области 1.10.75, минимум, который был зафиксирован в четверг по данной валютной паре. Пара британский фунт и американский доллар также продолжают свое восходящее движение. Ближайшая цель по данному восходящему тренду находится в области 1.30.46. На текущий момент пара находится в небольшой коррекции. В пятницу не смогли обновить локальный максимум четверга, но на текущий момент тенденция на укрепление остается в приоритете и по данной паре. Австралийский доллар, американский доллар также продолжают свое коррекционное восходящее движение. Цель по данному активу находится в области 74.65. Уход выше данного назначения и закрепление за ним подтверждает продолжение укрепления австралийского доллара. Ближайший разворотный уровень на текущий момент мы можем отметить в области 0.73.88. После обновления локальных максимумов мы сможем его переместить уже на минимум пятницы. Пара американский доллар, канадский доллар после неудавшихся попыток завершить нисходящее движение, попытка уйти выше отметки 0.36.61, возобновила нисходящее движение по данному инструменту. На текущий момент мы видим, что пара в пятницу доходила до отметки 1.35, соответственно ушли ниже области поддержки 1.35.76. Поэтому на текущий момент тенденция на ослабление американского доллара в данной валютной паре также остается в приоритете. Ближайший коррекционный уровень по данному инструменту мы можем отметить на максимуме, который был зафиксирован 18 мая в прошлый четверг. Четверг пара американский доллар и японская иена также продолжают свое нисходящее движение. Сейчас находимся в небольшой коррекции. Локальный максимум 111.68 уровень сопротивления и ближайшая цель это 110.22. На текущий момент тенденция на ослабление американского доллара в данной валютной паре также остается в приоритете. Пара евро-фунт. Видим мы очередные попытки укрепления евро по отношению к британскому фунту. Сегодня с утра уже обновили локальный максимум прошлой торговой недели. Дошли до значения 86.21, что в свою очередь нам подтверждает продолжение восходящей тенденции, восходящего тренда по данной паре. И ближайший разворотный уровень мы можем отметить в области 85.23. Индекс DAX в краткосрочной перспективе уходит выше максимумов, которые были зафиксированы в пятницу. Что нам говорит о начале краткосрочного восходящего движения по данному инструменту. Соответственно, на текущий момент, если говорить о целях на ближайший день, на ближайшую неделю, то есть о краткосрочных перспективах движения индекса DAX 30, то на текущий момент мы видим формирование восходящего движения по данному инструменту. Ближайшая цель, безусловно, это обновление локальных максимумов в области 12.842. Золото также на текущий момент продолжает свое восходящее движение в среднесрочной перспективе. В краткосрочном мы видим небольшую коррекцию. Соответственно, для того, чтобы золото подтвердило нам свои намерения идти дальше по направлению в область 1300 долларов за тройскую унцию, необходимо преодолеть отметку 1265. И после этого мы уже получим подтверждение на возобновление восходящего тренда по данному активу. Нефть марки Brent продолжает свое восходящее движение. В пятницу ушли выше максимумов, которые были зафиксированы 17 числа, 16 и 15 и доходили до отметки 53.63. Сегодня с открытия 54.07. Ближайший коррекционный уровень по данному инструменту находится в области 50.88, минимум 18 мая. Ну и индекс доллара также продолжает свое нисходящее движение. И ближайший коррекционный уровень по данному инструменту мы можем отметить в области 97.95. Это максимум, который был зафиксирован в прошлый четверг. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Всем желаю хорошей торговой недели. Напоминаю, что сегодня понедельник. Значит, в 19.30 у нас состоится вебинар, на котором мы более подробно разберем каждый из инструментов с целями на предстоящую неделю. В 19.30 ссылка на регистрацию на данный вебинар вы сможете найти под описанием к этому видео. Всем спасибо за внимание и до свидания.